Девочка-пай 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 Олень, ну что случилось? Оля, я понимаю, накосячил. Пожалуйста, можно я просто попрошу у Настюхи быстро прощения и уйду? Нет, не сегодня. Она и так перенервничала. Нет, Оля, лучше сегодня. Оля, я тебе очень прошу две минуты. Оленька! Оля, ты как сюда попал? Калитка была открыта, Оля. Даю десять секунд, чтобы исчезнуть. Оля, бери ты нервную, позови дочь. Ольга никого звать не будет. Иди в дом. Чего ты напрягся-то, а? Я просто прошу прощения, к тебе пришел. Настя не хочет тебя видеть. Ладно, без тебя разберемся. Осталось пять секунд. Не болен ли ты, Грозин? Я тебя предупредил. Илья, Илья! Выход найдешь? Оля. В следующий раз я вызову милицию. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Лиз, Лиз, ты представляешь, у нас опять фен сломался. Лиз, я вообще-то с тобой разговариваю. А ты сама не видишь? Переезжаю к подруге. А зачем? Тебе что, место мало? Не это главное. А что? Просто переезжаю. А это что такое? Просто бижутерия. Лиза, ты из меня дуру-то не делай. Это очень дорогое кольцо. Откуда оно у тебя? Мам, ты же не дура. Откуда у девушек появляются кольца? Тебе его кто-то подарил? Бинго! И с какой целью? Догадайся сама, мама. Это у тебя очень хорошо получается. Перестань разговаривать со мной в таком тоне. Откуда у тебя это кольцо? Кто тебе его подарил? И зачем он это сделал? Мам, не переживай. Это не твое дело. Все, я ушла? Звони, если что. Я требую. Прекрати этот цирк немедленно. А ты забыла, что я подросла? И ты уже не вправе от меня что-то требовать. Я свою жизнь строю сама, а ты свою сама. Успехов. Раскурочили матрешечку, бандиты. А еще эти дезинфекторы в бардак навели. Олеж, дай эту ручку. Я бы твою проблему отдыхался. А чего? Думаешь, на суде у меня шансы есть? Тебе сейчас не о суде нужно думать, Олежек, а о том, как с дочкой нормальные отношения восстановить. А что ты думаешь, все так серьезно? А у женщин все серьезно. Вот годовщину свадьбы пропустил, разлюбил, а восьмой март как-то не так поздравил, значит нашел себе другую. Вот ты на концерт не пришел, ты враг номер один. Точно. Можно? Да, Верлечка, заходи. Слушай, Надя, я за расчетом пришла, а в бухгалтерии какая-то бумажка тебе нужна. Ну, садись, проходи, слушай. Я хотела кофейку попить, да видишь, столько дел, вообще ничего не успеваю. Представляешь, я тут в отчет кинулась за прошлый год. Две бригады отчет не сдали. Вот как Райская это пропустила? А мне теперь расхлебывай. Надь. Вот я и говорю, нечто принести все, вовремя, написать, подать, сказать, вот, Надежда Геннадьевна, пожалуйста. Так ведь от никого ничего не дождешься. А эти кучка кадров какая-то. Ты не представляешь, бегут с этой скорой, как от проказа. Надь, казалось бы, чего не хватает? Я премия, да? Потом, какие-то поощрения. Всем делаю удобный график, как кому удобно, пожалуйста. В отпуск, пожалуйста. Я сама буду зимой отдыхать. Начальница я хоть и начинающая, но ведь не совсем плохая. Господи, Надь, ну пойми ты. Это ты меня пойми, Вера. Ты моя подруга с черт знает какого времени. На кого мне рассчитывать, Вера? Я прошу тебя, доработай хотя бы неделю. Надь, у меня дома черт знает что. Лиза начала показывать характер. Ушла из дома. Потом меня ждут на другой работе. Надь, я тебя очень прошу, пожалуйста. Не пущу. И вообще ты должна была заявление написать за две недели и отработать. Вот иди и отрабатывай. Перестань, а. Стерва из тебя никогда не получалось. Вера, у меня реально работать некому. Кого я сейчас к Самарину поставлю? Иванову? Она мне на больничную. Игнатов ушел на повышение квалификации. Дашкевич в декрете. Она в сорок пять лет решила рожать ребенка. Ты режешь меня без ножа. Понимаешь, Веруля? Я доработаю эту неделю и уйду. Спасибо. Скорая, слушаю. Алло, алло, скорая. Слева снимания и плохо. Приезжайте быстрее. Сколько лет вашему ребенку? Для какому ребенку? Я говорю, дочке моей плохо. В такт уже нужно ехать, а я не знаю, что. Бледная. Диктуйте адрес. Самарин, принимай вызов у тебя через наша невеста. Спасибо, Барабаша. Только у нас надо комплект. Валер. Ну уж уже комплект. Верим. Поехали. Поехали. Хочу с вами поговорить. Какие у вас отношения с Лизой? Пожалуйста, давайте забудем все, что между нами было. Я спрашиваю, как мать. Я вам уже говорил, Вера Ивановна. Ничего между нами нет. Никаких отношений. Все, проехали. Ну, хорошо, но как вы к Лизе относитесь? Да никак я к ней не отношусь. У нее своя жизнь, у меня своя. Давайте закроем этот разговор. Почему это? Просто мне кажется, что Лиза влюблена в вас. Нет, Вера Ивановна. Вам кажется. Я вам еще раз повторяю. Между нами ничего нет и не было. Кроме того, что вы уже видели. Все. С ней что-то происходит. Может, у нее с кем-то отношения. Она очень странно себя ведет. Она сегодня утром собрала вещи, ушла из дома. Я боюсь, как бы она глупостей не наделала. Она их уже надела. Начала встречаться с Мирзавцем. Кого вы имеете в виду? Как? Игорь Сенцов. Разве не знакомы? Сенцов? Почему Мирзавец? Вроде солидный человек. Слышал, Михалыч? Сенцов солидный человек. Понял, как это называется? Понял, Олежа? Вы должны поговорить с Лизой. А я уверен, что я никому ничего не должен. Ну, я прошу вас. Я с ним уже разговаривал, Вера Ивановна. И мой разговор, что вы бизонтик. Она упрямая. И потом... Как вы можете, а? И потом все, что надо, друг другу уже сказали. У меня своих проблем. Во! Во! Но вообще-то к тому, что сейчас происходит с Лизой, вы причастны напрямую. Вообще-то к тому, что с ней происходит, я давно уже никак не причастен, Вера Ивановна. Если человек очевидных вещей не понимает, что я могу сделать? Ну, вы хотя бы попробуйте. Я пробовал. Я вам еще раз говорю. Она взрослый человек. Сама строит свою жизнь. Извините, у меня своих проблем хватает. Я не могу со своей дочерью разобраться. Со-своей. Извините. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Пошли, пожалуйста, я очень плохо. Ой, что случилось у вас? Целую борь с таблеток выпила прямо при всех. Давно? Минут двадцать назад. О, что делается? Давай, сиди. Вика, доченька, ну выпей, пожалуйста. Мам, ну не могу я уже пить больше. Дочь, Вика. Мам, ну не могу я пить уже. Ну тебе много жидкости сейчас надо, понимаешь? Что за таблетки были? Снотворное мою врач выписал. Мы сразу в скорую позвонили. Слушайте, вы не могли бы выйти все? Пожалуйста. Не переживай, все будет хорошо. Только не переживай. Тебя вылечат и все будет нормально. Эй, убогий. Хорош ее трогать. Что ты мне указываешь? Прекрати, не связывайся. Ну что, красотка, на тот свет собралась, да? Сейчас желудок промоем тебя. Такой день, радоваться надо. Ты и таблетки пьешь? Не надо мне ничего промывать. Как не надо? Мы сейчас тебя от смерти будем спасать. Может в больницу? Ну пока мы тебя до больницы довезем, тебе уже реанимацию надо будет делать, а не промывание. Давай, где ванна? Показывай. Я не травилась. В смысле? Не пила я никаких снотворных. Я всех обманула, это таблетки откашливали. Да не хочу я за Федьку замуж. Он толстый слюнявый, я его как с собой в постели представила, лучше смерть. А что согласилась тогда? Да это маме с папой нужно. Он сын папины начальницы. А Сашка простой учитель. Но я его люблю. А Сашка это… И он меня любит. Ну а что ты? Послала бы родителей, твоя жизнь. Да не могу я. Я пыталась им объяснить, не начали. Для твоего же счастья, потом спасибо скажешь. Живем бедные, они богатые. Я маме сказала, она давай орать на меня. Я таблеток и наглоталась. Отвезете меня в больницу. Ну и что изменится? Свадьбу отменят. А потом мы что-нибудь придумаем. Чего отпила-то? Да. Вот. Сколько выпила? Не знаю. Горсть. Это сильное наркотическое средство от кашля. Подавлять дыхательные центры. Лучше теснотворное. Пойдем. Нет, я этот шланг не проглочу. Пойдем. 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 Сейчас помрешь. Помогите кто-нибудь. Отведите в ванну скорей. Быстро, быстрей. Я в ванную. Да не хочу я в ванную. Я хочу в больницу. Родная, все хорошо. Не переживай. Все будет и нормально. Дайте мне. Вот. Пойдем. Сейчас все будет хорошо. Мы промоем тебя. О, тихонько. Эта в ванну. Все с вами будет хорошо. Так, сейчас все будет. Слышь, жених, воды, соль и сода. Воды 20 литров. Постань. Потом, Олег, объясните мне, что это значит послать родителей? Они, между прочим, хотят добра своим детям. Это они думают, что они детям. Куда они хотят? На самом деле, себе. Еще вопрос добрали. Вы так считаете, да? Да, я так считаю. Откуда они знают, как жить? Вот она, молодая совсем. Откуда она знает жизнь? Откуда она знает, как правильно? Нам учиться с этим своим учителем. Ну, пусть нам учиться. Ну, сама. Пусть своей головой дойдет. Нам жизнь зачем дана? Чтобы ошибки совершать. Правильно? И их исправлять. Или не повторять больше. Пусть сама своей головой дойдет. Что дура была, что маму не слушала. Правильно? Угу. Ого. Нет, конечно, от чужих детях легко рассуждать. Вы не хотите, чтобы ваша дочь выезжала за границу? Откуда вам знать, что здесь ей будет лучше? Вы знаете что? Вы, пожалуйста, мою дочь не трогайте. Вы разберитесь со своей. Она вообще не знает, что она хочет. Она не знает. Она прекрасно знает, что она хочет. И если вы не некоторые. Что? Я намекаю на то, что вы давайте леете. Я намекаю на то, что надо. О, я не знаю. Я, что там делать это? Я, что надо делать? Умоги вам! Устакуйся! Все раз. Устакуйся! Умпокойся! 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 Усс Nee! Умпокойся! Жениха вашего мы повезем в больницу, потому что у него сотрясение мозга. Понятно? Ну все, тварь, теперь я тебя точно засужу. Я так понимаю, свадьба отменяется? Почему отменяется? Не надо ничего отменять. Жениха-то нет. Как это нет? Петь, ты неплохой парень, но я тебя не люблю. Ты что творишь? Вика, ты с ума сошла? Мам, пап, вот человек, которого я люблю. Я хочу выйти за него замуж. Саш, ты согласен? Конечно, согласен. Тогда поехали в ЗАГС. Поехали. Ну, нам пора. Долтор, вы готовы? Да. Седьмая. Насабуду. Беременька, возвращайся. Вера Ивановна. Алло, Игорь, добрый день. Скажите, пожалуйста, мы не могли бы с вами сегодня встретиться, обсудить детали нашей совместной работы? Конечно, Вера Ивановна, я всегда рад вас видеть. Ну, отлично. Скоро увидимся, я заеду. А я не понял, это какая работа? Новая, Петр Михайлович, новая. Что вы на светофоре, сверните подстрелку, пожалуйста, а я недолго. Здарая. Здарая, смотри. Вы забрали старушку с Весеннего? Да, везем уже. Спасибо, поняла. Пятая детская, вы у нас где? Вызов во дворец Киворчевского на Гороховской. Рацию. Михайлович, быстро. Лена, седьмая, прием, мы возьмем Гороховскую. Тамара, я не поняла, с каких пор вы стали детской? На них там. Лен, ну, детские наверняка все заняты, а мы рядом можем помочь. Олег, ну зачем набрать детский вызов? Мне нужно... Там Настя, Настя на школу танцевать. Вдруг с ней что-то случилось, Вера. Все, Олег, мы уже на месте, мы результат доложим. Отбой. Принято. Лучше, заворачивайте. Мальчишки носятся как ненормальные, а вот один упал, что-то с ногой. Олег, давайте я осмотрю мальчика, а вы идите, если что, я вам позвоню. Хорошо, спасибо. Ты молодец. И раз, и два, и раз, и два, бедра на месте, три, и раз, корпус ровный, два, и три, и три. А Настя у нас больше не занимается, ее мама забрала документы. И раз, продолжаем, и два, и три, и четыре. И раз, продолжаем, и два, и три, и четыре. Ну что, Настя, собаку берем? Берем. Берем. Отлично. Заяц, какой красивый. Заяц, тебе его папа подарил, помнишь? Берем? Не берем. Не берем. Не повезло Заяцу. Хорошо, не берем. Слон. Берем. Настенька, ну что ты такая кислая, дочка? Ну скажи, что происходит? Ну что ты хочешь, скажи мне? Ничего, мам. Я уже ничего не хочу. Я уехать уже, наконец-то хочу. Поскорее. Доченька. Седьмая, ваш вызов. Пишите. Так, роднитов, квартира вторая, один-два, видимо. Чего ты звонишь? Еще хуже будет. Зачем сирену-то включать? Бабуль, вы скорую вызывали, вот мы им примчались. Тихо, тихо, тихо. Не шуми. Не дай бог услышит. Кто услышит? Вы что-то не похожи на психбригаду-то. Мы не должны. Мы врачи скорой помощи. А вы психбригаду вызывали? Мать! Что вам приперся? А, это, ко мне, ко мне, Ванечка. Не волнуйся. Подождите, мы психбригаду-то вызовем. Может, вы пока на улице погуляете от греха? Да что ты! Нельзя! Нельзя мне гулять-то. Ванечка, сынок мой, сегодня уж больно сильно зачудил. Ваня-то наш с ножом. Полицию надо вызывать. О, слышите? О, полицию пока дождемся. Там что-то все серьезно. Я за Михаловичем. Михалович, пойдем быстрее. Там никак без тебя. Чего-чего? Да ничего, сейчас увидишь, пойдем. Да, спасибо. Полицию вызвали. Давно у нас в таком состоянии? С ночи звездолет откапывают. Уже неделю Ванечке кажется, что у него в комнате стоит звездолет. А тут он вчера заглянул, а его, оказывается, нет. Вот он и решил, что жена с сыном закопали его. А он психиатр давно увлечился? Три года назад. А теперь вот опять зачудил. Да быстрее, сейчас взорвется все! Слушай, давай везать его, что? Не давайте в полицию, в психушку дождемся. Чего мы лезем? Так, я знаю, что делать. Я его отвлеку, а вы его поверете. Да, Вера, Вера, держите. Вера, 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 тихо, все, боже, расскажи, что ты делаешь. Так. Все хорошо, 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 все, тихо, тихо, тихо. Не-не-не, ты что-то там не украл. И хоть поясает, кого ты защищает! Ванечка, не надо! Дай мне его сюда. Дай мне его сюда. Выросли мучили. Дай мне его сюда. Отпусти их! Ты кто? Совет собирает рыцарев джедаев на последнюю битву. Силы зла объединились. Галактике нужна ваша помощь. Да-да, я понимаю. Я штурман звездолета. Меня направил сам Грифус Сервантес. Собирайтесь, нужно срочно отправляться. Вылочен вовремя. Но только эти твари закопали звездолетом! Антенна только торчит! Ну, что за стыдно? Копайте! А почему посторонние на космодроме? Это не по инструкции! Какая инструкция? А вы что, не знали? Эта модель звездолета оснащена функцией самозакапывания. Если в радиусе пяти метров на космодроме находится посторонним, вы не знали этого? Не знал. Это плохо. А ну-ка вон отсюда. Быстро! Стоять! Они же всем расскажут про нас, секретный космодром. Они же… Это же шпионы Дарт Вейдера. Это же Клон. А я тут предводитель самый маленький. Иди сюда! Иди сюда! Ой, это не Клон! Я Клон! Слышишь ты, эй! Я Клон! Ну что, джедаи, выходи на смертный бой! Че смотришь? Боишься? А ты не джедаи вовсе! Ты трус! Вот ты кто! Ты понял? Трус! А-а-а! Трус ты настоящий! Калыч! 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 Калыч, Калыч! 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 Ну, Вера Ивановна, вы – герой. Правда. Герой – настоящий. Он – Самара даже – Дарьевича потерял. Очнись, Олежик. Что-то меня подтряхивает. Если бы я курила – она, опять пачка бы засадила. На живот. Да ни, ты что? Подходит. Петр Михайлович, вы мне дам остановить лапфис. Светофорами. Я пообедаю сама. Вы меня не ждите. Заберете меня через часик, ладно? Олег, я не ошибаюсь, это... Да-да, клиника Сенцова Михайловича во всей своей красе. Откуда у людей такие деньги, а? Вот буржуй. А главное ведь, оно не тонет. Но это не лучшее качество. Уж пока у нас время есть, тоже съездим, я не знаю. Да без вопросов. Сахар, сливки. Нет, спасибо, Игорь. Я должна сразу предупредить, что на работу я смогу выйти не раньше, чем через неделю, не отпускают. Да бог с ним. Очень хорошо, что вы пришли. Я сам хотел с вами встретиться. Правда, не в такой официальной обстановке. А что, у нас есть повод для личной встречи? Конечно. Мы же с вами почти родственники. А в каком смысле родственники? Лиза вчера приняла мое предложение. Понятно. Значит, это все-таки вы. Это все-таки я. Вы разочарованы? Просто это очень неожиданно. А вы уверены, что она вас любит? Конечно. Я ее люблю. Она любит меня, мы счастливы. И вообще, как долго вы знакомы? Вы знаете, в наше сумасшедшее время это не имеет значения. Может быть, для вас это не имеет значения, но Лиза ребенок. Вера Ивановна, вы так не переживайте. Рано или поздно дети женятся или выходят замуж. Просто в вашей жизни наступил такой период. Вы знаете что, давайте мы с вами вечером встретимся, обсудим, поговорим. Я правда очень хочу, чтобы все было правильно и красиво. Простите меня, ради бога, я должна переговорить с Лизой. До свидания. Господин следователь. Чем обязан? Да вот, безумно по вам соскучился. На звонки не отвечаете, по повестке не являетесь. Так вы меня ищите, а я даже не в курсе. Представляете? Ну, конечно. Занятой человек. Как тут упомнить, что вы проходите свидетелем по делу о махинациях с векселями. Пока свидетелем. Ах вы об этом. Ну, знаете, не имею привычки забивать себе голову пустяками. Завидую. А мне приходится. Работа, знаете, обязывает. И я вынужден забивать головы других. Так что прошу вас проследовать со мной. Для дачи очередных пояснений по делу. Вы знаете, я не могу. У меня срочные дела. Вообще-то, мои пустяки могут превратиться для вас в огромные неприятности. Так что прошу вас проследовать в нашу машину. Ну, хорошо. Только давайте я на своей. КОНЕЦ 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 Настя, ты английский сделала? Ну что, если придется разговаривать в этом языке? Я проверю скоро. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Папа? Привет, Даня. Что ты здесь делаешь? Я пришёл извиниться, доченька. Мама! Ладно, пожалуйста, доченька, я прошу тебя, не займала. Выслушай меня два слова, я скажу, правда не займала. Прошу тебя, доченька, выслушай меня, родная, пожалуйста. Доченька, мне очень жаль, что так получилось. Я понимаю, насколько для тебя это было важно. Прости меня, пожалуйста. Я больше всего на свете люблю смотреть, как ты танцуешь, поверь. Вот я тебе подарок принёс, доченька, слышишь? Я больше не хочу танцевать. Понимаю. Я очень люблю тебя, доченька. Ты даже не представляешь, как я тебя люблю. Я тебя больше всего на свете люблю. У меня больше никого, кроме тебя, нет, доченька. Слышишь? Я не пришёл к тебе на спектакль не потому, что я тебя не люблю, потому что я очень нужен был в другом месте, понимаешь? Если б можно было сейчас всё изменить, обратно время вернуть, я бы всё равно опоздал. У папы работа такая, доченька, помогает людям. Ну что с этим поделаешь? Ну ничего же, правда? Ты не хочешь танцевать – не танцуй. Хочешь уехать с мамой – уезжай, конечно. Надо в жизни делать то, что хочется. И мне хочется, чтобы ты была счастливая и радостная. Мне больше ничего не нужно. Хорошо? Всё. Настюш. Ну что, как делаешь? Олег, ты с ума сошёл? Ну-ка выйди быстро отсюда. Олег. 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 И не забудь, что послезавтра у нас суд. ПОЁТ ИНТИЧЕСКАЯ ПОЁТ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА алло лиза лиза почему трубку не берешь я была занята что о чем матери нужно поговорить у меня много дел мне некогда что ты хотела вообще-то я хотела узнать когда ты мне собиралась сказать что сынцов сделал тебе предложение а тебе это интересно мама извини мне никак пока ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Скорую вы называли? Ага. Сергей Иванович Сидоренко? Да. 67 лет? Сейчас. А что жалуете, Сергей Иванович? Доктор. Спина, спина под лопаткой. Что? Ну, болит очень. Как болит? Так давящая какая-то боль. Давно болит? Ну, с полчаса где-то. По телефону поговорил и как прихватило. А дома есть кто у вас, нет? Нет. Один? Один. Один. А курите много? Пачку, полпачки в день сколько? Да, это уже штук шесть. Сука и давление двести на стоп. Дело на дыду и ускоряется. Сейчас мы вас полечим. Папа, раме. Моя ведь. А тут свет. А тут как прихватило. Так страшно. Так страшно. Успеете еще свидеться, отец, не боись. Мы пока ваше свидание отложим, если вы не против. Папа, задние стены. Сердечком плохо у вас, Сергей Иванович? Надо в больницу ехать. Давайте мы сейчас укольчик сделаем, а мы поедем. Надо ехать. Надо лечить. Надо, надо, Сергей Иванович. Надо отец, надо. Вера Ивановна, можно вас на минуточку? При высоком давлении гепарин лучше не делать. Олег, я уверена, что вы знали, но забыли. Гепарин – это первое средство при инфаркте. Я знаю, но при высоком давлении лучше пока не делать. Пока. Мы должны остановить возможный тромбоз коронарных артерий. Собирайте аппарат. Я знаю, Вера, но я против. Нужно подождать, пока упадет давление. Это просто опасно, понимаете? Олег, давайте мы перестанем с вами дискутировать. Я врач, вы фельдшер. Делайте то, что я вам сказала. Вера. Вы забываетесь, Самарин. Не смейте меня больше трогать никогда. Делайте то, что я сказала. Присрешите? Сейчас укол сделаем. Хорошо. Кулаком проводите. Что с вами? Здоровка. Адреналин, быстро, быстро! Быстрее, Вера. Быстрее, ну! Вера, перестань рыдать. Я уже предупреждал меня. Я уже предупреждал. Не колоть гепарит. Я уже предупреждал. Это один случай из сад. От этого никто не застрахован. Господи, Натя, ну почему я? Ну почему я? Вера, ты действовала по инструкции правильно. Гепарин разжижает кровь. При инфаркте миокарда показано его применение. Я чуть не убила. Вера. Вера, ты действовала по инструкции. Ты не могла всего предусмотреть. Рано или поздно у каждого врача такое случается. Да, больно, горько, обидно. Я понимаю. Ошиблась. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Господи, как хорошо, что он вышел. Кожимар какой-то. Ты все вызовы записываешь? Я же чувствовал, Михалыч, понимаешь, я чувствовал. Должен был ее переубедить. Я не знаю, навалилось это все время. Ну, во-первых, нашу Веру не так легко переубедить в принципе. Да, точно. Почему они так устроены, все время хотят нам что-то доказать? Женщины. Оленька, я всегда верил в твой огромный потенциал. И знал, что когда-нибудь он обязательно... Выстрелит. Ой, я не ожидала, что так получится. Ведущее архитектурное бюро. Я просто не верю. Давай поднимем тост. За твою успешную карьеру в Новозеландии. И за наше счастливое там будущее. Ура. Я люблю тебя. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настя! Настя! Настя, доченька! Доченька, что с тобой? Настя, что с тобой? Что с тобой? Мама! Все, 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 не плачь. Не плачь. Вызывай скорую срочно. Тихо, тихо, тихо. Все хорошо. Все, все, все. Да. Все хорошо. Все, все, все. Ты все понял? Все, все, доченька, все хорошо. Вызывай скорую срочно стоили. Тихо, тихо, тихо. ТИНСКОМОБИЛЯ 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 Да, Воль. Что? Как? Она в порядке? А где вы сейчас? Я еду, Воль. Я еду. Все, не волнуйся. Я не могу здесь больше оставаться. Я и так между двух огней за жар. Да, мне придется ускорить свой отъезд. Ты можешь потише? Мы друг друга поняли. Я вообще-то наши проблемы решаю. Вот именно, что это все из-за твоих проблем. Может быть, ты мне объяснишь, что происходит? Что это со взрыва доходит? Да хватит, не кричи. Сейчас приедет медсестра. Она будет постоянно находиться с Настей. Здесь следить за ее состоянием. Мне нужно срочно отъехать. Куда? Я еду, все объясню. Олик. Привет. Привет. Алло. Заснул. Про тебя спрашивал? Врач сказал, что ничего страшного. Так, только немного в лицо и руки палит. Оглушил немного. В общем, через пару дней все должно быть нормально. Ага. М-м-м. Эй, привет. Как я тебя чувствую? Тебя больше никто никогда, никогда не обидит. Никто тебе не сделает плохо, я тебе обещаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова